В Ак-Тубе участились случаи телефонного мошенничества. Только за последние два месяца на уловки преступников попались 14 человек. В основном это пенсионеры. В руки курьеров, которые приезжали за деньгами, они отдавали до 5 миллионов тенге наличными. Как не стать очередной жертвой, расскажет Эльмира Ержанова. Телефонные мошенники буквально терроризируют жителей Ак-Тубе. Звонят на домашний телефон пожилым и одиноким людям. В полиции говорят, что обмануть их, ввести в заблуждение легче, ввиду возраста и малой осведомленности о мошеннических схемах. Так получилось и в случае с 86-летней Еленой Лисковой. Ей позвонил якобы следователь. Сообщил, что дочь нарушила правила дорожного движения, из-за чего была авария. Есть пострадавшая. Мол, чтобы прекратить уголовное дело, нужны 4 миллиона тенге. Чтобы бабушка поверила, мошенники разыграли целый спектакль. По телефону с пенсионеркой общались якобы полицейские, медсестра и даже ее дочь. Машина наехала на меня. Девочка, которая меня сбила, она находится в реанимации. Для нее потребуются деньги. Для ее лечения. А меня сейчас отправят на операцию. Мне будут зашивать лицо. Губы разбитые у меня. Мошенники держали связь с Еленой Лисковой по домашнему и мобильному телефонам в течение двух часов. Все это время бабушки диктовали текст заявления о якобы примирении сторон. Через время в квартиру пришел курьер и забрал 2 миллиона 200 тысяч тенге. Мошенники требовали еще 2 миллиона, чтобы одолжить их. Бабушка пошла к соседке. В этот момент домой пришла дочь пенсионерки, которая все это время не могла дозвониться до нее. А в это время пришла моя дочь. Я в недоумении. Дочь жива-здорова. Никакой операции, ничего нет. Я на нее набросилась. Какие деньги еще вам надо? И все это стало понятно, что это мошенники. Раскрываемость таких преступных схем практически нулевая. Установить личности людей, которые звонят в основном из России, сложно. Чтобы забрать деньги у жертвы, они нанимают местных курьеров, которые организаторам отправляют деньги через терминалы. Дело одного из курьеров в эти дни рассматривают в суде. Обычно 5-10% курьер забирает. За это курьер понесет уголовную ответственность. Там у них была установка, ему говорили поменять бейсболку, поменять футболку, одеть маску медицинскую. Все это он делал, он знал уже на что идет. Суммы, передаваемые курьером, большие. От 2 миллионов до 5 пенсионеры копили их годами. Смогут ли получить старики деньги обратно, зависит от раскрываемости дела. Но из 14 фактов на сегодня задержан только один курьер, как соучастник 4 уголовных дел. Главные же организаторы и аферы остаются безнаказанными. Поэтому нужно быть бдительными и перепроверять информацию.